да хочу поразмышлять на злобу дня тут подумал подумал так вот меня дома завела я вас хочу порадовать мне такие подсказывает интуиция хотя она может меня и обманывать но я надеюсь на я но я надеюсь что она меня не обманет войны не будет я имею ввиду там россия украина вот это все не будет войны объясню почему попытаюсь объяснить почему путина путин окружают умные люди бервазар главный равен россии но другие священнослужители будем так говорить хотя все таки я думаю что путина чтобы рвазара путин выбрал не случайно потому что все таки давайте будем говорить откровенно что вот российские советские которые священнослужители которые стали российскими это как кадр кгб они не они не разбираются хорошо достаточно глубоко в теологии но все же я надеюсь что есть люди в окружении которые знают 10 заповедей вы понимаете что происходит это совершенно точно работает если вот если уже наука подошла к тому что есть гипотеза эта гипотеза на основании определенных определенных факторов сложилась что то что называется ее фоу понимаете люди неграмотная 8 этом на интернете то есть документы из документальные фильмы разное инопланетяне нету инопланетян инопланетян нету я объясняю почему потому что в библии этого не написано в торе этого не написано вы понимали что что библии там ветхий завет новый завет это какая-то часть торы искаженное повторение все основное в торе вот 10 заповедей как мир был создан 100 а вот это оригинал оригинала то что бог дал напрямую моисею на горе синай чему я подвожу вас я же не просто так об этом говорю дело в том что когда бог создавал этот мир им это как бы знаем это написано даже в десяти в десяти заповедях написано чти суп штишь шестой день но это суббота у евреев это в десяти заповедях написано когда бог создавал этот мир бог создавал этот мир потоле то есть сначала было написано тора и это был для бога как архитектурный проект по которому строился дом то есть он посмотрел второй создавал этот мир так вот значит мы знаем что на шестой день бог отдыхал поэтому евреи как бы отмечают шаббас правильная то свяжу сейчас с российско-украинским конфликтом то есть не делал никакой работы вот эти вот то что называется ее фору значит американские генералы высокопоставленные которые разбираются в библии считаю что это демонические силы люди не готовы к этому это кажется страшно но принципе бояться не радость этот это тоже создано богом поэтому потому что они маневренность скорость вот эта возможность исчезать человечество может будет обладать такой техникой может быть через тысячу лет в лучшем случае скорее всего что никогда вот но их бог создал такими но там чем проблема он их нашего делать и не доделал за шаббаса потому что отдыхал они как бы не доделаны они не до конца закончены вот я имею ввиду там демоны без и так далее они обитают между материальными духовным миром чему я так говорю то есть раз это есть раз уже к этому пришли то понятно что это и что и бог есть они несут какую-то свою определенную функцию по когда они начали их фиксировать часто когда после ядерного после начиная 46 года это все документально это я просто повторяю то что то что говорит то что пишет нью-йорк-таймс что говорит люис элизонта директор программы в пентагоне который занимался неопознанными объектами вот то есть то есть это как говорится это точно так этому пришли это не то что там какие-то это не сантехники это люди с научным образованием со степенями это очень грамотные люди за может стать ученые которые подошли к этому наука подходит это называется парадигма наука постепенно под вот смотрите вот изобрели микроскоп правильно начали видеть микробы а микробы были всегда они жили тысячелетия просто мы их видеть начали видеть только сейчас понимаете вот есть такие вещи которые существовали тысячи лет нам просто вы их не видим а сейчас мы начинаем видеть и на это тоже воля вселышнего почему я говорю в десяти заповедях сказано не пожелая имущество ближнего своего я думаю это очень сильное нарушение дальше идем то есть я думаю что путин понимает что бог есть потому что он путин делает маневры на русско украинской границы про над его право делать на своей территории пока они нападают никаких проблем с этим нету а бог делает маневры на небе вот эти и фоу это маневры небесных сил я говорю я говорю то что говорит люис эллюзондо я повторяю некоторые вещи его и сейчас не затем кто следит за этой темой то интересуются наса космическое агентство нашего набирать на работу теологов из разных религиозных конфессий они набирают теолога чтобы изучать инопланетян инопланетян нету ну то то что он подразумевается подмен под инопланетянами это без и это отважено в библии я вот например брал курс колледжа называется хибролитерща и нынешний трансвейшн это то есть еврейская литература в переводе на английском преподавала женщину докторного которая позакончила делу это значит псюдиграфа и апоклифа это труды которые не вошли как сказать в канонические тексты библии но они близко вот книга еноха его там отописывается такой момент царь соломон он и будто и главный главный демонов его звали ашмадей они общались вот то есть чему это все это к тому что то есть это был создал бог вот еврейской концепции бог это абсолютная сила вот нет ничего что может противостоять богу вот и все несет свою миссию вот поэтому в конечном счете в конечном счете все для добра вот например такой момент истории то есть когда бог даровал тору и моисей поднялся туда к богу но будем говорить на небо то ангелы возмутились они сказали ты создавал тору девятьсот шестьдесят четыре поколения ты даешь ее смертному рожденному женщиной и всевышний сказал моисею ответим мы все сказал я боюсь они меня сожгут своим дыханием тогда всевышний сказал моисею хватить за мой трон и отвечаем мы все ответил в то ли написано что бог водил евреев 40 лет по пустыне это разве он ангела водил по пустыне и всевышний сказал моисею продолжай моисей продал моисей продолжил в то ли написано не употребляя имя бога в суе и не клянись именем именем всевышнего разве ангелы за живут в этом мире заключают сделки чем надо клясться в чем он убедил и ангел солидат и прав и даже ангел смерти как бы тоже пивосах научил восклинивать боговония в лечебных целях то есть ангел смерти он тоже не план неплохой он выполняет волю всевышнего он делает свою работу вот но душно к чему я подвожу это все ангелы в отличие от людей они делают работу которым говорит бог то ли это ангел смерти то ли это ваш ангел хранитель с один ангелов не замолиться вот но дело не в этом они делают свою работу вниз они в принципе они в принципе на очень высоком духовном уровне все выше чем мы но мы имеем выбор вот моисей он настолько святошь он выше чем ангелы то есть у нас есть выбор мы можем подняться выше чем ангелы для мы можем опуститься очень низко все зависит от нас все зависит от нас вот чего я говорю часто задают такой вопрос раввинам вот как человек у у него руки по локоть в крови он миллионы незаконные миллиарды примеру и вот он кашу бог этого не видит как же вот он до старости дожил и все с ним окей такой злодей как такое возможно там депутаты какие-то и все такое которые там нанимают чтобы не нанимали там нанимаю там убийц у которых и ваши руки в крови на которых ни одна жизнь висит то есть которые должны вообще гореть в аду а с ними все в порядке ответ такой они получают они получают аванс бог бог им дает в этой жизни что они хотят они получают полную выходу но душа умирает вот простые люди которые там у всех есть какие-то грехи на душе дается возможность обратно вернуться сюда на землю даже может в ад попасть но ненадолго там погорит в аду потом выйдет пример вот допустим по еврейским законам евреи попадают в максимум на полгода потом все выходит то есть на душа продолжает жить вот а если крыса что-то такое если речь идет о человеческих жизнях такие как говорится кровь душа как говорится погибает и все она уже любится не вернется никогда то есть мы-то будем жить если счет если человек верит неважно там христианство ислам или иудаизм душа как бы вечно по большому счету поэтому надо душу надо беречь на тебя отберегите свои души это не просто так говорят вот поэтому я в стихах тоже как говорится подымали тема что думайте сердцем они головой голова это материальные подсказывают уже выгодно а сердце то что правильно вот здесь у вас мучают сомнения насчет чего-либо насчет это душа подсказывает что так делать не надо и некомфортабельно вот поэтому я к чему подвожу я думаю что путину он же не глупый человек далеко вот и если он сейчас не допустит эту войну то все будет нормально и у него и у всех остею украины и у россии у всех будет все хорошо а если говорится пойдет на такую авантюру я думаю что его подостерегают потому что говорится нельзя жить и против бога правильно мы же все под богом но всего лишь навсего люди не важно там но мы люди все вот поэтому говорится если сильно 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 как говорится сильные зашквары расплата будет серьезно я не думаю что путин на это хочет хочет пойти это не нужно не россии не ему лично вот это ну и я думаю что берлазар он все-таки должен же как-то выполнять свой он же религиозный человек равен я думаю что он как-то все-таки будет нему прислушиваться думаю что норму плохого не посоветует я так надеюсь я почти в этом уверен поэтому войны не будет все будет хорошо вот и президент украины и россии встретятся обнимутся не надо украине нато россия не будет обижать пусть украина будет нейтральная фиг швейцария вот помилятся и все будет хорошо для украины будет не по для россии будет тоже неплохо если украина будет больше к с европа под боком что вам плохо под боком европа вот место намного дешевле чем-то тоже франция или германия будет будет как польша главное сохранить хорошие отношения вот и лучше паху плохой мир лучше 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 всегда выше чем война я так считаю правильно же вот надо найти какой-то полюбовно и соломоновое решение вот я думаю что так она и будет здравый смысл должен взять вверх вот потому что бог правит этим миром и он позаботиться чтобы не пануть катастрофа которая которая мир уже пережил один раз и это не так уже не так давно лучше было я думаю что я думаю что бог не допустит чтобы это повторилось а главное чтоб мы это не допустили чтобы учились наши как истории все я всех обнимаю всех люблю извините за такой долгий монолог но я с лучшими побуждениями все кто не допустит войны с российской с украинской со всех сторон будут героями праведниками им все грехи простятся которые были дать вот тут есть возможность области святость поэтому нельзя такую возможность упускать никакой войны только мир все я всех обнимаю